Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите передачу «Разберемся». Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками нашего района. Вместе с ними, а также с вами мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Наши гости сегодня не вполне обычные. Это не только общественная палата, но также молодежный парламент Одинцовского района. Приветствую наших гостей. Во-первых, Константин Викторович Струков, член Московского областного молодежного парламента, а также член комиссии по ЖКХ общественной палаты Одинцовского района. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Рад, что вы к нам приехали. Спасибо. Также Иван Михайлович Лапшин, член молодежного парламента Одинцовского района. Иван, также рад вас приветствовать. Здравствуйте, Слава. Иван Константин, сегодня у нас фактически пилотный эфир. Мы презентуем нашим зрителям молодежный парламент вот в таком формате прямого эфира. В принципе, о том, что такое молодежный парламент наши зрители так или иначе знают. Мы, наше информационное агентство, подготавливали ряд новостных сюжетов о том, что вы делаете, когда вы были организованы, кто у вас там состоит и, в принципе, чем вы занимаетесь. Но давайте все-таки в рамках прямого эфира начнем с самых банальных, простых, понятных, базисных. Да, Азов. Иван, ну, наверное, к вам вопрос в первую очередь. Что такое вообще молодежный парламент? Ну, что касается молодежного парламента, это орган молодежного самоуправления, да. Здесь, действительно, каждый молодой человек от 18 до 30 лет может высказать и проявить себя, да. Это интересы нашей молодежи. Мы помогаем им быть услышанными нашей администрацией, общественными организациями, соответственно. Вся деятельность молодежного парламента направлена, конечно, на рассмотрение интересов молодежи, да. Потому что это, ну, молодежь — это люди, которые сейчас требуют действительно нашей поддержки, да, так как услышанные они могут быть только тогда, когда они вырастут, грубо говоря, да. Но мы им помогаем услышанными быть именно вот сейчас. А как вы, в принципе-то, их какие-то вот желания, интересы вытаскиваете, так сказать, на свет? По большей части у нас все-таки достаточно неинициативные люди, которые не любят куда-то ходить, там, больше, знаете, на кухне посидеть, о чем-то поболтать. А тут, тем более, речь действительно о молодежи идет. Да. Тем не менее, насчет безинициативности не сказал бы так уверенно, потому что у нас с самого начала открытия нашего молодежного парламента мы набрали действительно около, там, 40 человек, да, которые выдавали свои проекты, у каждого были какие-то идеи на этот счет. Да, после перезагрузки, естественно, члены молодежного парламента сократились, но только потому, что у нас действительно стали гораздо более высокие требования к ним. Потому что человек, который пришел к нам, он должен иметь конкретные идеи. Мы должны разрабатывать не только проекты, которые будут в социальной сфере использованы, да, но также и законопроекты, то есть внесение изменений в законопроекты. И это немаловажно. И молодежи очень тяжело, на самом деле, сейчас проявляться вот в этой сфере, да, законопроекта. Скажите, а, значит, на данный момент в молодежном парламенте вы говорили, сколько людей? Зачислено еще с, ну, по итогам перезагрузки, да, 8 человек официального, также все остальные члены молодежного парламента, да, всего сейчас около 18 человек, проходит испытательный срок. И также у нас есть люди, которые вот-вот уже там сегодня, вчера, позавчера подали свои заявки на желание участвовать в молодежном парламенте. И когда вы будете их рассматривать, мы сейчас уточним, сразу после того, как примем звоночек от наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь и рассказывайте. Алло, меня зовут Вячеслав Михайлович. Я вот хотел бы обратиться в общественную палату по поводу пешеходной дорожки и вообще дороги в деревню Салманово. Так. У нас два года назад дорогу делали, но ее сделали очень-очень хорошо. Сделали дорогу туда, где она была. То есть ее подасфальтировали маленько и отчитались, видимо. Деньги были, по-моему, областные. Отчитались в области, что все сделано. Но полдеревни дорогу вообще не сделали. Там грязь непровадная. Пешеходная дорожка от лесного городка до деревни, ее делали 50 лет назад. За это время ее не ремонтировали. И там того, гляди, сломаешь ногу. Вот этой дороги. Вот обращался в Жаловскую администрацию. Я вас понял. Вы, значит, обращались в администрацию. Был ли какой-либо ответ? Был ответ, что вот будут делать. Вот обращался также, у нас нет автобусной остановки. Сказали, что это Минское шоссе, это не наша территория, и мы ничего сделать не можем. Ситуация понятна. Видимо, территория находится под отчетом Лека и другой администрации. Я думаю, мы следующим образом давайте с вами поступим. Передадим вашу заявку и ваши контактные данные в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. Общественные палаты, их специалисты с вами свяжутся, возможно, проведут рейд на место и постараются вам помочь. Ну что ж, давайте мы тогда вернемся пока к теме нашей беседы. Итак, Иван, ну получается, значит, 8 на данный момент официальных членов общественной палаты, не общественной палаты, пардон, молодежного парламента. Да. Ну вы-то о молодежи говорите. Да. 8 маловато. Я вроде предполагаю, хоть у меня статистики нет, что молодежи у нас побольше в районе. Как же учитываете-то вы интересы всей молодежи, если у вас всего 8 человек? Сейчас действительно создаются рабочие группы в каждом поселении, да, мы будем создавать, где мы будем привлекать молодежь с каждого нашего поселения и рассматривать все их идеи и интересы. Сейчас очень важно то, что мы действительно получаем заявки от уже сознательных людей. То есть к нам уже попадают и кандидаты, да, то есть кандидатами являются аспиранты. А, кандидаты, пардон, куда? Кандидаты молодежного парламента, да. А, наступление в парламент. Наступление в парламент, да. Они, те люди, которые уже закончили аспирантуру, да, то есть написали докторскую диссертацию, да, по какому-то... То есть это довольно опытные люди в плане науки, я бы так сказал, да? Да. Кандидат там технических наук. То есть люди, которые нам помогут действительно разобраться в проблемах, да, даже, ну, абсолютно банальных, и вывести их на другой уровень. Да, наверное, даже не только банальных раз вам даже кандидаты понадобились. Ну, да, да, да. Просто это действительно интересно, и каждому человеку мы даем возможность быть не только услышанным, но и, знаете, очень важный вопрос нужности. Вот человек, когда он нужен, да, он понимает, что он нужен, он самореализуется. А это очень важно сейчас в нашем мире. Добрый день. В рамках нашего района, да, нашей общественной палаты и нашего молодежного парламента взаимодействует, не взаимодействует, что получается, что нет. Как вообще дела обстоят? Структуры, безусловно, взаимодействуют. Наш председатель общественной палаты Захар Юрьевич Иванов всегда стремился к созданию в палате демократичной обстановки, при которой каждый житель может вести конструктивный диалог, обсуждая различные публичные вопросы. Я думаю, что многие члены молодежного парламента почувствовали эту демократическую атмосферу, и именно поэтому решили вступить в ряды общественной палаты. Двери у нас открыты, они были приняты в качестве консультантов-экспертов. Сейчас общественная палата и районный молодежный парламент взаимодействуют главным образом через этих консультантов-экспертов. У них есть возможность участвовать в заседаниях общественной палаты, есть возможность принимать участие в акциях общественной палаты, возможность проводить совместные акции. При этом сейчас решается вопрос о возможности расширения сотрудничества путем создания рабочей группы или комиссии при общественной палате, палате, которая бы курировала деятельность молодежного парламента и сотрудничества с молодежным парламентом. Скажите, Константин, а все-таки как делегируются полномочия, если можно так сказать, потому что когда я ищу об общественниках, понятно, где-то полномочия, интересы пересекаются, но используем это слово. Как вообще делегируются полномочия общественной палаты и младежного парламента? В чем они схожи, в чем они различаются? В принципе, полномочия одни и те же. Общественная структура, у нее нет большого количества механизмов и инструментов воздействия. Ее проекты, идеи общественной структуры базируются главным образом на ее авторитете, на той поддержке, которую ей готовы оказать. В этом отношении, мне кажется, органы местного самоуправления района стремятся к подобному сотрудничеству. И в случае, если имеются какие-то хорошие проекты, как у общественной палаты, так и у молодежного парламента, эти проекты поддерживаются и, соответственно, выдвигаются вплоть даже до областного уровня, если имеется такая возможность. Вы довольно интересно рассказываете, но все-таки создается впечатление, что это немножко теория. Или, я ошибаюсь, есть уже конкретные примеры взаимодействия, которые действительно жители нашего района видели? Конкретные примеры взаимодействия действительно есть. К примеру, молодежный парламент взаимодействует с администрацией сельского поселения Жаворонки, разрабатывает парк, который будет находиться в данном сельском поселении. Идея создания парка была поддержана администрацией сельского поселения Жаворонки. Уже проект одобрен, уже выделено под него финансирование, уже выделена даже земля под этот проект. И, соответственно, в ближайшее время он будет реализовываться. То есть, уже молодые парламентарии были услышаны и уже, так сказать, добились определенных результатов. То есть, другими словами, действительно, власть и конкретных поселений, и администрация района действительно двери держат перед вами открытыми. Я правильно понимаю? Да, правильно. Стараются сотрудничать по мере возможностей, по мере адекватности вообще тех проектов, которые предлагаются молодежным парламентом и общественной палатой. Всегда стараются идти на определенную позитивную встречу. Если вернемся мы к вопросу взаимодействия общественников района и конкретно рассмотрим общественную палату Денцовского района, вы как ее член, насколько все-таки оцениваете инициативы молодежного парламента как нечто адекватное? Потому что, я думаю, для кого не будет секретом, что молодость, она, в общем-то, ведет к определенного рода горячности, непродуманности. Насколько идеи наших молодежных парламентариев, молодых парламентариев действительно интересны и перспективны? Ну, разумеется, молодому человеку часто не хватает определенного опыта в силу его возраста. Часто молодым людям свойственен максимализм, и поэтому, конечно, есть как удачные проекты, так и неудачные. Но в то же время позитивна сама тенденция того, что молодежь старается сделать что-то полезное для района, и все-таки встречаются проекты, которые, скажем так, для района могут оказать хорошую услугу, в которых район заинтересован. И в этом плане, мне кажется, что ошибок не совершает только тот, кто вообще ничего не делает. А молодежь все-таки старается что-то изменить в лучшую сторону, и в этом отношении им нужно помогать набираться опыта, набираться знаний. А если проекты являются хорошими, то и непосредственно помогать в их реализации. То есть получается, что фактически даже шишки, которые где-то молодые парламентарии сейчас набьют, в дальнейшем станут чем-то полезным? Безусловно. Без шишек не обходится никакая деятельность. Любая деятельность связана с определенными ошибками. Все проекты молодежного парламента, они рассматриваются членами общественной палаты и администрации, и даются наставления, да, это, ну, члены администрации для нас своего рода наставники, которые помогают нам найти правильный путь, да, к реализации нашей идеи. Я не знаю многих нюансов по тематике, к которой я хочу, допустим, сделать проект, да, и члены нашего, члены администрации нам помогают найти не только правильный путь, они дают людей, они всячески помогают. Как ресурсами, так и опытом делятся. Ну что же, я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет, это круглый стол, который имел место быть несколько месяцев назад между общественной палатой района и как раз таки молодежным парламентом. Константин, я благодарю, что вы сегодня нашли время к нам приехать, побеседовать на этом важном вопросе. Будем ждать вас в следующий раз. С удовольствием приеду еще раз. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю, что наш телефон 8-495-508-86-84. Звоните, у вас имеется возможность в прямом эфире задать вопрос членам общественной палаты района или молодежного парламента, также нашего Одинцовского района. Кроме того, напоминаю, что любое ваше обращение, даже не по теме сегодняшнего эфира, будет рассматриваться как официальное заявление в общественную палату. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, как я уже сказал, о круглом столе, прошедшем недавно, между общественной палатой, а также молодежным парламентом. Молодежный парламент Одинцовского района работает не так давно. Ребята начали свою деятельность 7 месяцев назад, но, несмотря на это, успешно реализуют свои планы, принимают активное участие в жизни города и района. В актовом зале районной администрации собрались самые активные представители Молодежного парламента, Общественной палаты, Администрации и Совета депутатов. Открыло заседание представитель Молодежного парламента Алла Ивоева, которая представила презентацию об уже проделанной работе и рассказала о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться за это время. Наша деятельность началась 30 ноября 2014 года. Пенсионируем мы уже 7 месяцев. И мы столкнулись с некоторыми трудностями, которые, я надеюсь, в рамках данного круглого стола вместе нам получится разрешить. За 7 месяцев Молодежный парламент провел акцию по донорству, воплотил пилотный проект «Одинцовский дозор». Молодежь успешно реализовала ряд интересных проектов. Молодежное движение «Мы волонтеры», акцию борьбы против курения «Шоколадка за сигареты», знакомство с работой Совета депутатов. В 7-й гимназии был организован круглый стол «Легко ли быть молодым». А на Пушкинском празднике в Захарово исполнили классический вальс эпохи 18 века. Не говоря уже о том, что представители Молодежного парламента приняли участие почти во всех районных мероприятиях. Действительно, государственный советник Российской Федерации Любовь Адамская вручила председателю Молодежного парламента долгожданный сертификат за участие в 4-й Всероссийской научно-практической конференции «Экономические и финансовые основы местного самоуправления». Настоящий сертификат удостоверяет, что Ивоева Алла Владимировна приняла участие в 4-й Всероссийской научно-практической, подчеркиваю, практической, девочка хочет практику изучать, практической конференции под названием «Экономические и финансовые основы местного самоуправления». Работу молодежи высоко оценила депутат Совета депутатов Одинцовского района Нина Гинтова и выразила чувство гордости за то, что в Одинцовском районе есть такое движение. «Возможно, я вот подумаю, переговорю с председателем нашего Совета депутатов. Возможно, может быть, и мы выйдем с инициативой, чтобы ваш представитель или председатель молодежного парламента присутствовал на наших заседаниях. Чтобы вы тоже каким-то образом учились, да, как мы работаем. Вполне возможно, что мы же тоже не вечные. Кто-то будет сменять нас уже на этом пути. И мы искренне в это верим». Ребята проявляют активную позицию. Они молоды и перспективны. У них много идей и планов на будущее. Как отметили гости круглого стола, каждый из них имеет отличную возможность проявить и зарекомендовать себя. Достичь больших высот. Для этого им не нужна помощь, а только лишь содействие и поддержка, которую на постоянной основе готовы оказывать органы исполнительной и законодательной ветвей власти. Ну что же, вот такой пример у нас имеется взаимодействие общественных организаций в районе. Тем временем к нам присоединился новый гость. Сегодня в студии Евгений Юрьевич Семилетов, заместитель председателя молодежного парламента района. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все-таки вы, как человек уже приближенный к руководству молодежным парламентом, как оцениваете вот круглый стол, который мы сейчас имели возможность вспомнить? Все ли получилось из того, что там обсуждалось? Что-то, возможно, подвисло в воздухе. В общем, каковы итоги? Я бы подвел таковые итоги. То, что все слова, сказанные нами от молодежного парламента, все о проектах, о законодательности, мы активно развиваем. Сказаны были, конечно, слова о Совете депутатов. Пока что нас еще не приглашали, но, надеюсь, в будущем времени у нас будет представитель от молодежного парламента, который будет присутствовать на заседании Совета депутатов. Ну вот, поэтому мы сейчас активно работаем над нормативно-правовыми актами, над проектами, организуем множество мероприятий, также подаем проекты на губернаторскую премию. Ну и, в общем-то, работа идет. Про проекты сейчас молодежного парламента мы поговорим отдельно, после того, как примем еще один звоночек от наших зрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Рассказывайте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Алло, слушаем, слушаем, здравствуйте. Извините, пожалуйста, я вот хочу задать такой вопрос. Я житель Одинцова, и вот вы, может, подскажете телефончик или куда обратиться. Просто мы ходим мимо, знаете, вот центральный магазин бывший. Так, так. Вы, простите, вы не видели, что там творится? Все стекла выбиты. В общем, как-то душа замирает. Вроде город красивый, все там благоустраивают. А какой вы имеете, думал, адрес или хотя бы улицу? Какой магазин? Алло. Алло, я говорю, сам адрес этого объекта или, может быть, улица какая-то? Ну, улица Маршала Жукова. А, я понял, о чем вы. Магазин центральный, бывший. Я понял, о чем вы. Двухэтажный. Ну, смотрите, ситуация такая. Опять же, повторюсь, сегодня мы, по большей части, про молодежный парламент разговариваем. Но то, о чем вы говорите, я думаю, заинтересует, опять же, комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты нашего района. Мы передадим ваши контактные данные их ответственному секретарю. С вами свяжутся. Вы побеседуйте. Возможно, вам ответят, почему ситуация такая и почему так надо. А, возможно, действительно, ситуация вопиющая. И в этом случае Общественная палата проведет рейд. И в данной ситуации разберется. В любом случае, благодарю вас за звонок. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Звоните, у вас имеется возможность задать в прямом эфире вопрос представителям молодежного парламента Одинцовского района. Евгений, давайте продолжим нашу беседу. Итак, про законодательные, значит, ваши инициативы законотворческие. Мы начали разговор. Скажите, в принципе, парламент это структура, которая из названия даже следует законодательными, какими-то вещами заниматься должна. Но все-таки есть ли у вас специалисты, которые действительно знают закон, которые сильны в юриспруденции, которые готовы заниматься? Вопрос. У нас в парламент является, да, законодательным органом. Каждый депутат молодежного парламента Одинцовского района обязан, я подмечу, обязан анализировать нормативно-правовые акты, вносить какие-то изменения, может быть, даже разрабатывать, характеризовать. И у нас также присутствует юрист, и не один, который пишет, соответственно, по всей информации, которую разработали мы, письмо, отправляем на Совет депутатов и вышестоящие органы. А вы взаимодействуете напрямую именно с Советом депутатов, в первую очередь, или с Молодежным парламентом региона области? Ну, мы же Молодежный парламент Одинцовского района при Совете депутатов, соответственно, мы остаемся при Совете депутатов, и, в первую очередь, контакты все поддерживаем с ними. Если уже говорить о проектах, которые реализуются или планируется реализовать, как раз-таки вот сейчас сидел Константин о жаворонках, вспомнил о парке. Есть ли какие-то дополнения по этой теме? Может быть, какие-то другие проекты интересные, которые реализуются сейчас? Да, у нас и правда есть такой проект «Мои жаворонки». Это проект, создан мной и моим коллегой от Молодежного парламента. Мы презентовали проект по развитию парка культуры и отдыха в сельском поселении Жаворонское. Нас поддержала активно глава сельского поселения Жаворонское Дэвид Светлана Николаевна. Мы также и там презентовали. И я вам скажу то, что пришло письмо с одобрением, что в 2016 году начнется строительство парка площадью 1 гектар. Есть ли какой-то, возможно, уже план на данный момент строительства? Что этот парк будет собой представлять? В общем счете, мы, когда разрабатывали проект, мы указывали саму суть, проблему, почему, как, зачем. Соответственно, по конструкции парка это уже к инженерам. Ну, то есть в любом случае планируется некий, я так понимаю, культурный центр для жаворонок создать новый? Ну, да, планировалось Дом культуры. Дом культуры. Да. А там уже посмотрим, как действия развернутся. Также, на самом деле, создана социальная группа, вот Евгением, да, которой уже больше тысячи человек. Как известно, молодежь сейчас очень подвержена таким явлениям, как социальные сети, да, и это очень актуальный вопрос сейчас. Мы очень много наших проектов, да, связываем с социальными сетями, потому что это, во-первых, самый дешевый ресурс рекламы, да, также это, ну, актуально для молодежи и не только. Сейчас все взрослые стараются хоть как-то приучить себя к компьютерной деятельности, да. И очень многие проекты мы действительно приводим в электронный вид и, соответственно, для того, чтобы каждый человек мог из дома, да, управлять как-то и взаимодействовать с нами. А есть ли какой-то пример, возможно, какой-нибудь там группе, группы в социальных сетях или какого-нибудь популярного аккаунта, который вот уже на сегодня действительно работает, в котором многие люди зарегистрированы и за которым следят? Естественно, вот мои жаворонки. Как раз вот оно, да? Да, оно есть, там у нас 1602 человека, по статистике, вчера было, но ты, соответственно, я бы хотел подметить также работу моего коллеги, который со мной создавал это общественное движение, Дробышев Янгин Геннадьевич, мы также еще, честно говоря, вместе с парком планируем строительство часовни. Часовни? Да, это историческое восстановление исторической справедливости в нашем поселении, а наше поселение является, правда, историческим местом, где присутствуют такие вот, была церковь у нас, там 19-й век, 18-го века, вот, поэтому мы планируем постройку часовни. То есть, я так понимаю, работа еще и с духовенством идет плотная, непосредственно, не только с противными ресурсами. Да, честно говоря, очень много идей, ну, потихоньку будем воплощать их в реальность. А если мы снова вернемся к вопросу взаимодействия с другими общественными организациями, нет ли каких-то пересечений, что, допустим, вот, какая-нибудь там организация благотворительного характера предложила одну идею, у вас она там похожа, и вы решили, допустим, объединить силы? Честно сказать, да, я отвечу также на этот вопрос. Молодежный парламент именно сам, как структура, взаимодействует со всеми общественными движениями. Соответственно, сейчас у нас в планах создания молодежного совета в каждом поселении Одинцовского района. Это будет выглядеть как такая же структура, где также будет присутствовать председатель, заместитель, секретарь. И, честно говоря, документация уже подготовлена, и я думаю, что в каждом поселении будет создана такая точка, как общественное движение. Рабочая группа. Да, ну, та же самая рабочая группа, да, которая будет работать. А есть ли вот на сегодняшний день какой-то способ человеку, не состоящему в молодежном парламенте и вообще в общественных организациях, с вами вот связаться, что-то предложить, консультационную, возможно, поддержку получить, и как это сделать? Да, может, естественно. На данный момент сайт у нас в стадии реализации, осталось чутка доделать его. То есть он пока не запущен еще? Да, он не запущен, но в социальной сети ВКонтакте мы присутствуем, молодежный парламент Одинцовского района, активно развиваемся. Там вы можете заполнить анкету на, соответственно, участие в молодежном парламенте. У вас будет испытательный срок, да, вы должны будете представить свои проекты, разработать какой-то, проанализировать законопроект. А почему нельзя просто, не обязательно, не вступая в общественную, значит, вашу организацию, просто предложить что-то? Всегда можно предложить, мы всегда действительно отзывчивы в этом направлении. Ну это хорошо, а то вы меня уже обеспокоили, у вас 8 человек там за полгода. В общем, с кого-то отбор получается. Нет, мы всегда готовы ответить на все вопросы, помочь, разработать все вместе. И я считаю, что наши все проекты, они так или иначе пересекаются с интересами остальной нашей молодежи, потому что мы есть молодежь, мы действительно, ну, я представляю там, как бы я хотел себе провести, ну, как я хочу провести, допустим, выходные. Я только так могу, в принципе, ну, представить, как мне правильно подать эту идею, да, как правильно разработать, и какой правильно должен быть проект, да, для того, чтобы это, ну, было комфортно. Ну, с социальными сетями ситуация понятна. Телефоны пока никакие у вас есть. Давайте мы его озвучим, если вы его помните. Давайте, конечно, 8-925-734-84-86. Я также занимаюсь активным набором кандидатов в депутаты молодежного парламента, и мы рады всем. Ну, тогда, вашим телезрителям, повторю, 8-495-925-734-84-86, телефон молодежного парламента нашего района. А по каким часам, по каким дням вы принимаете звонки? С 9-925 желательно. С 9-925. Ну, на самом деле, довольно демократично. До этого и после этого люди обычно уже или спят, или, ну, в общем, явно не общественными инициативами заняты. Хорошо, понятная ситуация. Скажите, вот по итогам вашей работы вы получаете сколько уже запущенной после перезагрузки? Буквально два месяца. Два месяца. Ну, два месяца это такой, я так понимаю, составообразующий период. Да, конечно. Получились ли вот команду создать, с которой комфортно работать, с которой есть перспективы? Я бы сказал то, что да. Именно. Мне очень нравится нынешний наш состав. Конечно, заявки приходят каждый день. Один-два человека. Это правда. Но нынешний состав работает активно, оперативно. Очень интересные идеи. И, надеюсь, в ближайшее время они будут реализованы. Ребята только пришли, в буквальном смысле уже предложили какие-то интересные проекты. Ну, я так понимаю, все равно вам приходится как заместителю председателя, да и вашему непосредственному, можно сказать, начальнику председателю, опускать иногда ребят с небес на землю. Были ли какие-то проекты, которые вот хотелось, очень хотелось реализовать, но почему-то не получилось? Пока не было таких ситуаций, но я еще расскажу, нет ничего невозможного. Да, мы все проекты дорабатываем. Создается идея, да, какая бы она у тебя ни была плохая, хорошая, там, как бы она дорого ни стоила. Мы берем эту идею и все вместе ее прорабатываем. Мы действительно доводим эту идею до какого-то такого совершенства, да, в котором мы видим это все. Действительно, мы помогаем друг другу. То есть идея, она должна быть сформирована до конца. Да, один человек, по моему мнению, не способен вот конечного продукта предоставить, да, и для этого существует молодежный парламент, для того, чтобы доработать, также при участии нашей администрации и общественных движений, да, и доведения вот этого до совершенства этих проектов. Ну что же, Иван, Евгений, я очень рад, что вы к нам сегодня приехали, рад, что мы наконец-то побеседовали с вашей уже общественной организацией. Будем следить за вашей деятельностью, пристально следить, по возможности приглашать вас к нам в эфир. И я надеюсь, что наше сотрудничество, ваше сотрудничество с нашим районом фактически только начинается. Ну что же, уважаемые телезрители, сегодня вы смотрели передачу «Разберемся», посвященную работе молодежного парламента Одинцовского муниципального района. Наш телефон 508-86-84. По любым вопросам вы можете обращаться в течение недели. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Подмосковье ищет своих героев. Изменил что-то рядом, благоустроил двор.